Агит, Георгий, спасибо. Спасибо, что согласились прийти. Здравствуйте. Я давно хотел с вами встретиться, поговорить и повод выдался, к сожалению, не самый приятный. Один из ваших коллег, друзей, близких, буквально 40 дней было, несколько дней назад, как он был убит. И с этого я хочу начать, с истории Виталия Сафарова, которого убили на почве, как это правильно сказать, межнациональной ненависти. И, насколько я знаю, были проблемы с квалификацией этого дела, очень нашумевшего в Белисе дела, именно как убийство на почве ненависти. Удалось вам добиться того, чтобы полиция переквалифицировала это дело именно в такую формулировку? Добрый день. Спасибо, что вы коснулись этой темы, потому что мы, в принципе, вот со дня убийства начали альтернативное расследование, можно сказать, гражданское расследование. Мы, друзья, вот я, Георгий и остальные наши коллеги, и стали выяснять, значит, различные факты, связанные с данным убийством. И для нас изначально было удивительным и непонятным целый ряд, скажем, тех шагов, которые были предприняты с процедурной точки зрения со стороны следствия. И мы пошагово, значит, вот видели, как дело квалифицируется неправильно, не в соответствии с реальностью, потому что у нас была информация о том, что присутствовало несколько, скажем, свидетельств. То есть это свидетельские показания, которые мы нашли, опросив потенциальных свидетелей, сведя этот круг до минимума. И, конечно же, мы стали требовать у следствия, у прокуратуры, чтобы квалификация была изменена, потому что... А какая она была изначально? Она была, это была 108-я статья, которая, значит, преднамеренное убийство, умышленное убийство на почве хулиганства. Ну и, конечно же, хулиганство тут уходит на второй и третий план, если меня спросить, потому что мы недавно приняли в законодательстве поправки, связанные с ненавистью. И это 109-я статья, которая, в принципе, в довольно-таки четкой форме показывает нам и дает нам возможность как раз-таки квалифицировать дело как раз-таки по 109-й. Это отягочающие обстоятельства. Конечно же, следствие изначально вообще не выходило с нами на коммуникацию. Мы вели, несмотря на это, свои, скажем, активности. И, в конце концов, уже мы когда поняли, что следствие не будет с нами сотрудничать, мы стали, значит, думать об информационной кампании. Мы подняли, значит, общественность, пытаясь, значит, сфокусировать внимание общественности как раз-таки вот на этой проблеме, то, что мы считаем несправедливым. И, конечно же, в принципе, интерес к этому делу был настолько высокий со стороны общественности, представителей общественных организаций, потому что, ну, представляете, в центре города такой интересный по своему этническому, религиозному, культурному, скажем, составу население в Тбилиси убивают 25-летнего правозащитника. Не просто, скажем, рядового гражданина и так далее, да. И его убийство отчасти также, конечно же, связано с его навыками, которые он получил в рамках работы правозащитником. И, конечно же, есть не одно свидетельское показание, которое говорит о том, что изначально тема касалась языка. Эта тема дальше, это мотив, то есть все начинается с этого. Дальше, какие действия с какой стороны последовали? Что в результате привело к смерти нашего друга? Вот следствие почему-то, ну, конечно, оно должно интересоваться, но мотив, причина изначально не было предусмотрено. Есть международная европейская практика. Скажем, если в европейском измерении, скажем, судопроизводстве во время следствия произошло бы, скажем, в европейской стране подобного рода убийство, то изначально следствие обязано, оно обязано установить происхождение и различие между убийцей и убитым. И, конечно же, они должны исключить мотив ненависти, то есть преступление, они должны исключить, что оно было на почве ненависти или нет. В нашем случае мы видим, что у следствия, не то чтобы я сказал, что у них были какие-то свои личностные или корыстные цели, ну, в принципе, нет причин, просто это связано с квалификацией, скорее всего. А почему, если нет личностных причин, если нет коррупционных составляющих? Нет, я вам скажу, но фактически еще с управления, скажем, Эдуарда Шевернадзе по сей день, то есть, да, мы законы либерализовали, мы законы адаптировали, закон есть, но закон не работает в двух случаях, он или плохо прописан, или не исполняется. В данном случае у нас не было практики введения подобного рода дел, следовательно, нет квалифицированных экспертов. Плюс еще, у нас вообще мы не рассматривали еще, ну, реально вот недавно был создан целый департамент, который работает в Министерстве внутренних дел. При Министерстве внутренних дел есть отдельный департамент, который анализирует и работает с преступлениями на почве ненависти, причем самыми разными. И поэтому мы видим явно, что с одной стороны есть, скажем, воля, но с другой стороны не хватает квалификации для реализации этого всего. И представители ОБСЕ, различные международные организации ведут тренинги, семинары, но, в принципе, мы не хотели до некоторых пор признавать вообще, что на этнической или религиозной почве могут возникнуть какие-то инциденты. И я уже не говорю об убийстве, да, как исход инцидента. Мы просто, если нет статистики, это еще не значит, что нет подобных происшествий. Просто их не... Квалификацию меняли на хулиганство. Изначально рассмотреть, я сам не один раз становился участником конфликта, когда я сам вызывал представителей Министерства внутренних дел, служащих, значит, патрульной службы. Потом уже следователей я вызывал с этого района, да. Но вот просто тупо не хотели принимать, потому что вот это телефонные звонки к своему начальству, оно не должно делать. Когда происходит, ты приехал на происшествие, тебе не нужно спрашивать у своего начальника, какие действия ты должен предпринять. У тебя есть, скажем, процессуальный кодекс, ты знаешь механизмы, что вслед за чем должно идти. Я говорю, исходя из своего опыта, да. То есть не регистрировать случай, скажем, не вести статистику, это еще не значит, что проблемы нет. Это, ну вот мы держали позу Страуса, мы закопали голову в песок и думали, что ну если мы не будем говорить о подобного рода происшествиях у нас в стране, ну что вы говорите, это же стыдно. Мы многовековая, мы носим многовековую традицию, толерантность и так далее, и так далее. Ну, друзья, если это происходит в нашей реальности, давайте об этом говорить. Я за то, чтобы помнить историю, чтить, уважать ее, но нужно жить сегодняшним и завтрашним днем. И нужно быть готовыми к тем вызовам, с которыми мы сами, правозащитники, сегодня столкнулись. Я представляю, если бы, скажем, кого-то убили у рядового гражданина, у которого бы не было рядом знакомых, друзей, сотрудников, и они бы не смогли бы поднять в медиа этот вопрос на столь высокий, скажем, уровень интереса и внимания. Просто замяли бы. Я больше, чем уверен, больше, чем уверен, то есть, что оно бы именно как раз таки вот по квалификации, без всякого мотива, и я не исключаю, что подобного рода случаи даже и были, но нет статистики. Хорошо, у меня тогда такой вопрос, как раз о статистике и о том, есть ли или нет воли к работе с подобными случаями. Именно там, в этом самом месте, в этом самом центре, в этом самом баре, это происходило, ну, не доходило до убийств, слава богу, но происходило много раз. Я сам тому был свидетелем, я знаю людей, работающих там, и достаточно хорошо, и сигналы о том, что люди определенного, скажем так, явно правого уклона специально провоцируют подобные конфликты, драки, ну, вот дошло и до поножовщины. Этих сигналов было ни один, ни два, и даже, наверное, не десять. И что-то подобное, не дай бог, конечно, могло случиться и по-прежнему может случаться. Именно потому что полиции гораздо проще сделать вид, что это просто какой-то пьяный конфликт. В баре, как обычно, приехали, ребята, давайте, успокойтесь, разойдитесь по домам, и все. Несмотря на то, что сигналы были, вот не обязательно в этом конкретном месте, как вы, может быть, вы лучше знаете это, насколько серьезны были эти сигналы, насколько росло их количество в последнее время из разных звонки этих, звоночки из разных углов, из разных мест, о том, что что-то не так, что какая-то... Это вообще волна или пока нет, или... Я думаю, что если бы в Министерстве внутренних дел соответствующим и должным образом работала бы аналитическая группа, скажем, и производилось бы изучение подобного рода звонков, потом их распределение, категоризация, потом мониторинг этих происшествий, конечно же, на уровне анализа и вот подобного рода исследования больше, чем уверен, что можно было бы в самом, скажем, Министерстве внутренних дел, это должно присутствовать. Информации и звонки должны обрабатываться, и должны определенные выводы делать, и на основе этих выводов нужно формировать или менять, или трансформировать политику, которая и есть сегодня. Ну и плюс тот момент, что, Зура, ты сам сказал, что не раз были случаи, когда звонили из этих паров, и то, что сама полиция даже на те звонки, на приезды, когда они приезжали в бары, они ничего не делали, они даже не заполняли ни одну документацию по этому поводу, они просто приходили и говорили, что они больше не зайдут к вам в бар, и все будет, типа, спокойно и хорошо. Устное замечание, никаких вообще бумаг, но это продолжалось в течение двух лет. И по нашим информациям есть то, что не раз на эту группу людей из разных баров звонили в полицию, и сами полицейские говорили, что мы этих людей уже за ночь с третьего или четвертого бара выгоняем и просим, чтобы они не заходили. И вот этот синдром того, что они уже сами, эта группировка чувствовала, что их никто не наказывает. Синдром безнаказанности. Синдром безнаказанности, и поэтому они так свободно передвигались, делали то, что они делали постоянно, террорили людей, которые просто отдыхали в барах, и также они очень плохо относились и к барменам, которые там работали, и не раз они им угрожали, что они их и убьют, когда они выйдут с бара. Вот поэтому это все, можно так сказать, цепочка, и плюс это еще, здесь добавляется то, что сами граждане, которые это все видели, они тоже закрывали на это глаза, и ну, прошло-прошло. Вот поэтому это, думаю, что каждый должен, каждый гражданин... Посидители, можно понять, им элементарно страшно, когда агрессивная группа людей устраивает... Чтобы было бы просто зрителю нашей программы, понятно, это типичные неонацистские группы. Вот я только хотел сказать, когда вы говорите группа людей, кто это? Чтобы просто понятно было, о ком мы говорим, да, вот внесу эту ясность, с вашего позволения. Плюс, вот возвращаясь к теме аналитики, да, в Министерстве внутренних дел обязательно должны вестись работы по мониторингу социальных и других сетей, где эти ребята замечены, где есть призывы, то есть если бы это не произошло бы с нами, вот... Насколько я знаю, у них вполне есть офлайн места, где они спокойно совершенно собираются. У них есть и закрытые группы, и открытые, у них есть открытые места, где они физически встречаются, в барах и так далее, и так далее. Но, да, конечно, они, может быть, и не нарушают закона, но органы власти должны вести определенный мониторинг за такими людьми. Если у них на страницах, а мы такого нашли, но просто пруд прудом, это огромный массив информации, который должен обрабатываться, и выявлять должны именно тех молодых людей, которые способны не только делать заявление или призыв к убийству или к ненависти, но еще и понимать, оценивать положение. То есть он, если сегодня просто разбрасывается словами, то завтра, послезавтра он может привести это в действие. Так и произошло, в принципе, с Виталием Сафаровым. Вот этот синдром безнаказанности конкретной группе дал понять, что на протяжении вот этих года-полтора, как мы, в принципе, сами выяснили, неоднократно вызывали и полицию, и криминальную полицию, и так далее, и так далее. То есть в какой-то момент невозможно понять, что произошло, но они так себя вели, что просто было понятно, что приедет в очередной раз кто-то даст какое-то замечание. Ну вот я правда не понимаю тех молодых людей, которые, выходя из дому, берут с собой нож. Ну зачем он ему должен был там понадобиться? Следовательно, у него уже можно говорить о том, и свидетельствовать, что у него есть помыслы к насилию. Факт. Он не выходит с ножом для того, чтобы защищаться. Не может быть такого. Для того, чтобы защищать граждан, есть соответствующие органы. Но это вот в Великолепсе достаточно безопасный город, это не значит никакой необходимости. Конечно, абсолютно нет никакой необходимости. Следовательно, это группа людей, у которых уже разрушена психика, с ними работают. Как раз таки вот таких молодых людей, которые еще не смогли определить свое место в обществе, не смогли самореализоваться. Вот они являются самой легкой добычей для тех, кто манипулирует. Для кого? Кто манипулирует? Много разных, скажем, версий может быть. То есть мы не можем сказать нерасполагаемой информации, конкретно, скажем, кто ими управляет. Но, как практика показывает и практика других стран, которые мы изучали, да, конечно же, вслед за этим стоят определенные политические интересы. Я не осмелюсь назвать группу, так что она может, скажем, лоббироваться и изнутри на национальном уровне, или извне, то есть за границей. Давайте я назову. Вы наверняка слышали, я не знаю, насколько этому уровню можно доверять, да, это можно опустить до уровня сплетни. Но очень часто звучит мнение, что такие организации, как Грузинский марш, который, ну, давайте называть вещи своими именами, очень похож, как минимум очень похож на русский марш, который был много лет в России. И, естественно, люди, многие проводят прямые параллели. Это Альянс Патриотов, это Грузинский марш, это люди, которые часто бывают в России, которые, по подозрению многих, финансируются из России, которые, в общем, ну, если не пророссийскую политику ведут в Грузии, то, по крайней мере, уж точно не прозападную, и в определенных, точно не либеральную, и в определенных аспектах как раз-таки симпатизируют и выступают за сближение с Россией. Это параллель, естественно, тут же напрашивается, что вот они финансируются из России. Вот эти вот, как минимум, две названные мной организации, дружественные, насколько я понимаю, друг к другу. И насколько часто приходится эту версию рассматривать, насколько она реалистична? Каждый раз, как поднимается эта тема, мы должны не исключать, потому что это очень чувствительная тема, это очень опасная тема. А что это, так трудно разузнать источники финансирования? Это, во-первых, сложно, если, ну, скажем, мы, как общественная организация, можем, конечно же, вести свою работу, исследовать, вести мониторинг, делать заявления, периодические, скажем, оценки делать и так далее. Но здесь очень важно использовать ресурс государства, то есть соответствующих правоохранительных органов. То есть мы со своими ресурсами, мы можем только поднимать эту тему на повестку дня, мы можем обсуждать, чтобы общественность ввела дискуссию на эту тему, и чтобы эта тема пока не будет выявлена, источники, пока не будет выработана политика, скажем, как регулировать, как работать с образовательной точки зрения, с молодыми. Потому что мы не можем в один прекрасный день всех объявить нацистами, врагами и так далее. Да, но когда маршируют по улице люди со слайстиками, это... Бороться с этим феноменом, для того, чтобы бороться, необходим комплексный подход. То есть нет одного какого-то конкретного рецепта, вот если мы здесь, скажем, надрежем, и зачем этим все закончится, так не будет. То есть мы должны работать, тут должны обязательно правоохранительные органы работать со своей стороны. Образовательная система должна работать со своей стороны, чтобы ориентироваться на превенцию подобного рода деяний, действий, и не давать возможности потенциально растить вот тех молодых людей, которые в конечном результате становятся инструментом и их используют. Эта группа риска, она так или иначе существует в любой стране, в любом обществе всегда, да. Но, опять же, к вопросу о политической воле. С кем бы я ни пересекался, с кем бы я ни говорил на эту тему, с политиками, с людьми, имеющими какое-то отношение к МВД, имеющими отношение к правительству, все говорят как заученную одну и ту же фразу, что да ладно, бог с вами, их там 30 идиотов, они смешные, они придурки и так далее. Я, как гражданин, уже не вижу этого. Если мне тоже казалось 3-4 года назад, мне казалось, что ну надо же, вот это же действительно у нас в Грузии теперь есть все, даже неонацисты. И мне тогда казалось, что это действительно 30 каких-то ряженых клоунов. Теперь мне так уже не кажется, потому что я вижу, что становится этого больше, что появляются какие-то организации, которые этому потворствуют, что происходит какая-то, рождается какая-то волна, пусть пока небольшая, но все равно, волна насилия. И вот уже дошло даже до убийства. И почему по-прежнему ни один политик, ни одно официальное лицо правительства не бьет? Или может быть я этого просто не знаю, не говорит, что это проблема, с которой нужно срочно начинать бороться. Почему этого не происходит? Почему все замалчивают? Можно, например, вспомнить недавно процесс Георгия Чалидзе, который был, на котором даже судья свою волю, так бы сказать, не высказал, когда его приветствовали фашистскими зигулей, если так сказать. Не было никогда здания и суда, и ни у судьи, ни у правоохранительных органов не было никакой реакции на это. Хотя у нас есть законодательство, что нельзя использовать... Я только хотел спросить, у нас же запрещена нацийская символика и советская символика также. Но на официальных учреждениях, да, но все равно, когда это происходит в зале суда, это можно смотреть как бы глобально, что происходит и в государстве. Люди, если судья был не против и никакого замечания не сделал, и так же само люди, конечно же, так же само себя будут вести, и это большой знак тому, что эта группировка станет все более сильнее и сильнее. Вот, и тот факт, что этого человека еще защищает 15 адвокатов, это тоже дает... Вот это тоже вызывает вопросы, откуда, как. Да, откуда, как, если посмотреть на этих адвокатов, хотя они сами, как говорят, что они просто поддерживают, так сказать, цели и приоритеты этого человека, и поэтому они решили... Ну вот это опаснее всего. Да, это опаснее всего. 15 адвокатов, наверняка заслуженных, состоящих в адвокатской коллегии, известных людей в городе, в стране, так или иначе, поддерживают, они защищают, насколько я понимаю, даже бесплатно, как утверждают. Они помогают на суде человеку, который разрисован свастиками, который зигует, который не скрывает своих ксенофобских... Призывает. Призывает практически к насилию, и они его защищают на безвозмездной основе, потому что они разделяют его взгляды. Я правильно сейчас понял? Ну, картина, в принципе, вырисовывается именно в таком ракурсе. Но, конечно же, не каждый адвокат, я думаю, что работает там из-за того, что он разделяет идеологию. Я, в принципе, позволю себе в форме шутки, я, в принципе, не представляю себе, чтобы 15 грузин просто встали и пошли с утра рано работать безвозмездно по какому-либо идеологическому убеждению, не говоря уже о нацизме. Я просто не верю в то, что они... Мы же понимаем, что, чтобы вести это дело, достаточно было одного профессионального квалифицированного адвоката. То есть, ну, это не такое запутанное дело, есть факты и так далее, и так далее. То есть, это несложное дело. Его, насколько я знаю, с оружием задержали. Ну, да. То есть, он имел при себе дома при обыске оружия, которые... То есть, или... Кильзы там. Кильзы, которые не были официально зарегистрированы. Ну, то есть, это незаконно. И когда мы видим вот то, что происходит, мы не понимаем, наши политики, к сожалению, не понимают, что происходит демонстрация, игра мышцами. С нами играет кто-то. Это не какой-нибудь челидзе или, я не знаю, представитель какой-то... Ну, это не один человек с нами разговаривает. Это реально демонстрация. Плюс популисты, которые, ну, время от времени тоже со своей армией, со своими тараканами в голове, да. Это все, конечно же, мы можем говорить о том, что, да, сейчас у нас сложный период, выборы. Но в этой стране выборы были и будут. Но есть проблемы, которые необходимо поднимать. Говорить об этом, я действительно не слышал, чтобы ни один политик, ни один реально человек, который считает, что он делает политику или участвует в этом процессе, в современную политику, да, чтобы говорили об этой проблеме. То есть, они не видят проблемы, но убийство... Или они покрывают. Нет, я не думаю. Я не думаю. Убийство Виталия Сафарова в современной истории Грузии, это красная полоса. Если кто-то еще не понял, что эта красная полоса нарушена со стороны вот этих радикальных групп. И если мы не дадим жесткий отпор, если мы не встретим достойно этот вызов, то они перейдут еще дальше. Конечно. То есть, мы или примем это и будем действовать в соответствии с законом, с теми реальными формами, да, используя ту практику, которая есть, скажем, в тех странах, где это уже происходило, да, и анализировать, конечно же, принципом копировальной машины, да, с учетом огромного рода специфических каких-то местных моментов. Но мы должны реально бить в колокола. То, чем мы сегодня занимаемся, это не только попытка достичь справедливости. И это не только, скажем, мотивировано тем, что Виталий Сафаров был наш друг. Мы должны понимать, что Виталий Сафаров и вот эта полоса сегодня, она касается всех. Даже тех, которые думают, что их не коснется. Потому что очень многие люди, сидя, рассматривая, я просто говорю, скажем так, о тех чувствах, которые выражаются в словах, в заявлениях, в комментариях, вот на их страницах. Мы имеем реальную проблему. Мы имеем серьезную проблему и с этим нужно работать. Если мы не будем сегодня говорить об этом, ну, проблема эта сама по себе не решится. Да, эти люди не скрывают совершенно, что они намерены действовать и дальше, и действовать более жесткими методами. Даже для тех, кто их заказывает, для тех, скажем так, кто управляет этими куклами, этими морями, ну, реально, мы же понимаем, там немалые дети. Как раз таки для них это тоже тест. То есть, если вот здесь прошло, можно дальше развивать эту тему. То есть, это пространство, оно уже заполнено, апробировано, давайте теперь двигаться дальше. Но в какой-то момент это все может выстроиться, объединиться и создать большую проблему. Ну, вот если даже посмотреть недавно события, которые были по Бассиане, да, и когда сделали контракцию, то можно просто реально посмотреть, насколько это большое количество этих людей. И самое плохое, это то, что как раз вот в этих группировках попадают больше всего дети. Молодые, 16, 15, 17 лет, у которых еще психика не сформулирована, ими можно очень легко управлять. Легкими популистическими заявлениями. И они попадают вот под вот такое влияние таких людей, которые просто ими управляют. И как раз вот, да, посмотреть по Бассиане, да, то, что происходило. Они видели, эти люди не скрывали свое лицо. Они стояли, и были люди даже, которые были в масках, агрессивно настроены против людей, которые за свою свободу выбора стояли, например, около парламента. И они были агрессивны, они хотели набить этих людей. Да, конечно, в этот момент правоохранительные органы сработали, и они не допустили, чтобы не было там обоев. Этот, прости, Георгий, этот момент мне, если честно, мне тогда уже показался несколько странным. Такая подмена понятий, как мне показалось. Полицию все хвалили за то, как она четко сработала. Но в реальности же была мирная акция, абсолютно мирная, не агрессивная акция молодежи, абсолютно законная, которая никакой угрозы ни для кого не представляла. И была контракция, то есть люди, которые пришли бить этих людей, и их уравняли, получается. Полиция якобы сделала все, чтобы и те, и другие не схлестнулись, но дело в том, что драться и какую-то агрессию вообще проявляла только одна часть. И эта часть в итоге даже и добилась своего, потому что когда акция, когда люди разошлись по домам, я точно знаю, что потом отлавливали в подворотнях, на автобусных остановках, и все равно как-то точечно пытались выплеснуть свою агрессию, кого-то избивали, многим людям досталось. И это не было два противостоящих друг другу лагеря. Это был один мирный протест, мирная протестная акция, и вторая, которая была агрессивная, злобная и не скрывала своих намерений. Которые очевидно, что она управляема. Да. И почему? Разве не тогда уже был момент, когда полиция должна была отреагировать на это и не отреагировала должным образом, как мне кажется. А вместо этого полицию все хвалили, потому что они так четко сработали, потому что приехал министр МВД, и там всем пообещал пряники, и все разошлись мирно по домам, и всем организовали автобусы по развозу или что-то такое. И вот как здорово все разрулили, скажем так. На самом деле то, что там происходило, уже было... Или поправьте меня, или я не прав, или полиция действительно сработала правильно и четко. И, возможно, я не прав в том, что эмоционально, мне кажется, что всех агрессивных и злобных, тех, кто пришел с палками и с кастетами, избивать ни в чем не повинных мирных людей, просто за то, что они выражают свое мнение, их надо было всех арестовать и допросить, как минимум. Может быть, я не прав, может быть, я как-то не так вижу эту акцию. Мне кажется, полиция не совсем четко так работала. Я думаю, что полиция сработала эффективно, учитывая вот ту данность, которую мы, по крайней мере, наблюдали, и ту напряженность, которая фактически все набирала обороты. И есть большая вероятность того, что начнутся... Вот в такой момент легче всего спровоцировать огромное количество людей. И там, что произойдет, может мало не показаться. Поэтому давайте оценивать с точки зрения результативности. То есть те законные, скажем, действия, ту субординацию, которую выдерживала, скажем, сторона, то есть правоохранительные органы, если брать ориентиром, скажем, результат, то сработано было довольно-таки хорошо. Хотя вот можно говорить о том, почему мы дошли до этого, в чем причина. Вот тут мы, конечно же, опять возвращаемся к тому, что и эти группы, конечно же, они управляемы. Есть различные, скажем так, люди, которые за этим стоят. И они ведут свои переговоры. Может быть, это не настолько структурирует. Есть люди, это значит, что вы знаете этих людей, просто не хотите говорить о том, или... Нет, ни в коем случае. Если бы я знал, я обязательно бы назвал и имя, и род его деятельности. Но по-другому быть не может, если анализировать ситуацию. То есть вот сейчас эта программа нам не дает возможности, скажем, сделать такой глубинный анализ ситуации и увидеть ее с разных ракурсов. Но, конечно же, понятно, что никому бы в голову вот так просто на ровном месте, зная, живя в этом городе, и зная, что происходит и на улице, и за пределами, там, скажем, города, да, за чертой. Ну, вот так активно, вот так, чтобы собрались, мобилизовались, да, еще и демонстрировали, значит, вот всю эту агрессию, брутальность. Так они работать не могут. Просто так. Это была слаженная, скоординированная, хорошо скоординированная реальная, да, акция. То есть были люди, которые мы видели, да, что есть какие-то люди, которые активно ведут коммуникацию с кем-то там на проводе. Значит, у них тоже за ними кто-то стоит, кто не рядом с ними, скажем, в этот момент, но он управляет как раз-таки какой-то определенной группой. Да, и вот этих групп тоже несколько. По крайней мере, я, исходя из того, что пронаблюдал вот конкретно вот по этому делу, то я для себя делаю заключение. Я не пытаюсь навязать никому свое мнение, но факт, что не исключено, что эти активности, эти действия были хорошо скоординированы. Ну и плюс я тоже добавлю к этому, что несмотря на всю эту ситуацию, правоохранительные органы хорошо сработали, что не допустили насилия, в центре города, но то, что сожглась красная лампочка, которую они совсем просто проигнорировали, типа сказали, что вот мы молодцы, мы сделали так, что не было драк, насилия, но та красная лампочка, которая до сих пор горит, они на нее не обращают внимания никакого. И как раз тот факт, что Виталия Сафарова в центре города убила группировка людей, неонацистов, они тоже на это не смотрели вообще никак. Даже когда началось исследствие, они даже не смотрели на то, что у этих людей татуировки с символикой нацистов, нацистические символики, они на это вообще не обращали внимания. Более того, я извиняюсь, но это очень важно отметить, что квалификация меняется, но не поменялось наше второе требование, чтобы это дело рассматривалось как групповое убийство. То есть в данном случае квалификацию не меняли, но у правоохранительных органов были все необходимые, скажем, достаточно, реально достаточно доказательной базы для того, чтобы вот на тот момент, чтобы дело было возбуждено именно как групповое, именно по этой квалификации и также, конечно же, на почве ненависти. То есть даже если говорить ненависть, ну можно было бы здесь еще думать, да, не было в свое время, скажем там, скажем, ну да, мы не видим свастики на его, ну не обращаем внимания, но три человека, которые бегут с места убийства. У вас есть абсолютно и камеры, которые были изъяты, официально, со всех углов, и вы видите, что эти три человека бегут, почему они должны бежать, убийство совершено, эти три человека на показании, свидетельских показаниях, на основе этих свидетельских показаний, они говорят, что те участвовали. Так давайте квалифицировать все правильно. Почему до сих пор? То есть это требование мы не снимаем с повестки дня, мы в суде будем требовать и дальше, чтобы именно рассматривалось как групповое убийство совершенной группы, полиции. И снова мы приходим к этому моменту, что по какой-то причине, нам непонятные причины, полиция не заинтересована в четком расследовании этого преступления. Давайте все-таки, простите меня, но проговорим этот момент. Виталия Сафарова убили, ссора с ним произошла, потому что он говорил на иностранном языке, я не знаю на каком, на английском, на русском. На русском говорил с гостями столицы. Да, с гостями столицы. Кто-то поссорился с ним на этой почве, на очевидно националистической почве. Ну да, было сделано замечание. Было сделано замечание ему, в результате чего это переросло в ссору. Они вышли на улицы, как это обычно бывает, пойдем-выйдем. И на соседней улице, буквально за углом, его ссора дошла до того, что его ударили ножом. Его не просто ударили ножом, его жестоко убили. Понимаете, сколько ненависти должно быть в том человеке или в тех людях, которые совершили подобного рода убийства. Это же не просто, что кто-то испугался в какой-то момент и по инерции, исходя из страха, просто ударил ножом, обижал. В драке много чего может произойти в тот момент, когда человек не может дать себе отчета, скажем, он не может контролировать свои действия, потому что это связано с целым рядом факторов. Но тут его жестоко убивали. То есть это не одно ножевое ранение, которое привело его к смерти. Это очень важно. Как подобное... Зазвучал сегодня уже вопрос, как мы до этого дошли? Грузия, Тпилиси, грузинское общество. Как оно, как может быть такое, чтобы общество не реагировало на это должным образом? Люди просто. Неужели для меня тоже это когда еще недавно казалось ну просто совершенно невозможным, чтобы какие-то нацистские группировки, состоящие из молодых людей, они читают сыновья, внуки и так далее. И вот все люди, граждане, члены их семьи и так далее, этого не замечают, закрывают глаза или считают это нормальным, относятся к этому толерантно? Как обстоит... Вот опишите мне ситуацию в грузинском обществе с вашей точки зрения отношения к этому и вообще как это происходит и почему мы до этого дошли? Я думаю, что ну очень долго придется говорить о том, как мы до этого докатились. но то, что происходит в реальности, могу сказать, что очень многие горожане, граждане нашей страны, они не осведомлены ни о подобного рода действиях, ни о, скажем, подобного рода группах, ни о последствиях, которые могут настать, если мы должным образом вовремя не отреагируем. Мы сейчас заняты другим, мы чрезмерно политизированы и нас интересует больше, скажем, вопрос Саакашвили или грузинской мечты, нежели вот то, что происходит здесь и это раньше может коснуться и не совсем по-доброму коснуться наших детей. Это ненормально. Еще больше ненормально то, что есть в нашем обществе люди, которые считают это нормальным. И все очень просто. Они не понимают, недооценивают всех угроз. Они думают, что если тут какие-то негодяи зигуют и скажем, развивают эту идеологию, то есть расширяют круг любителей этой идеологии, потому что многие из них даже не понимают, о чем они говорят, но все это выстроено на националистических нотках. И они не понимают, если... То есть они думают, что неонацисты это люди, которые против иностранцев. Я как раз таки хочу их разочаровать. Неонацисты это как раз таки классические неонацисты. Вот эти группы и если говорить об анализе, да, я как раз таки ссылаюсь на него. Для них даже тот же грузин, который не разделяет их идеологии, их ценности, ну, ценности, то он такой же враг, как и любой другой иностранец. И поэтому люди не понимают этого. Многих, скажем, бытовые проблемы, которые сегодня есть, экономические проблемы, которые есть, они, в принципе, стоят в более высоком регистре, нежели вот то, что вот здесь на улице происходит. Но об этом даже не мы сейчас должны говорить. Над этим должна работать целая государственная система, департаменты, скажем, сообща. но, к сожалению, нашему правительству до этого, до этой проблемы, судя по всему, пока нет дела. Расскажите мне о вашей организации, Центре Участия и Развития. Правильно я это ясношу? Чем вы занимаетесь, чем занимался Виталий покойный? Вот в двух словах, чтобы было понятно ваше дело. Ну, организация работает с 2012 года, и я, например, скажу про Виталия, чем он занимался и как он начал у нас работать. В 2013 году он начал работать в лагере толерантности, где он, как сам из еврейской общины, учил в своей культуре молодых людей. И после этого он начал с нами работать на волонтерских основах, и после, когда мы увидели, что у этого человека есть потенциал, и он сам заинтересован работать в этой сфере и помогать людям, мы уже взяли его, так сказать, целиком на работу. Он в основном, чем он занимался, это как раз он занимался с молодежью, учил их толерантности, что насилие это плохо, что такие воплощением того самого тбилийского мультикультурализма. по себе. Он был и грузин, и еврей, и армянский. И армянская кровь тоже есть. Поэтому он сам в таких ситуациях видел себя очень комфортно, и он любил этим заниматься. Более того, скажем, наша организация является частью сети, европейской сети против ненависти. Это сеть, которая борется как раз таки с подобного рода радикальными группами, нацисты, фашистские какие-то группировки. И Виталий был одним из экспертов этой рабочей группы. И он как раз таки подростков, если коротко сказать, обучал, как противодействовать, как создавать, скажем, те культурные островки, которые бы позволили дистанцироваться, которые бы позволили, скажем, уважать мнение или происхождение отличного от тебя человека. Эта культура толерантности культура терпения, понимания и уважения ценностей других людей. Вот этим занимался Виталий. Он занимался фактически последние 3-4 года. Работал очень активно с молодыми людьми. И фактически можно сказать одним словом, то, чем он занимался, именно его убийство, я не знаю, то есть это такое совпадение, это ирония какая-то, ирония судьбы. Я не знаю, я не могу этому найти какое-то такое прагматическое объяснение, но я больше чем уверен, что вот он, как раз таки, исходя из тех навыков, которые имел, он неоднократно, скажем так, он разрулил ситуацию, он договорился с ними, и мы, если посмотрим на кадрах видеонаблюдения, скажем, он несколько раз нейтрализовал ту агрессию, которая возникала между сторонами, потому что он не был действующим основным актором той стороны, которую он представлял, он пытался разрядить ситуацию, и несколько раз у него это получилось, то есть весь этот процесс длится там несколько часов, то есть это не так, что вот просто кому-то что-то не понравилось, вышли и кто-то кого-то убил, нет, это почти длилось где-то час, если не ошибаюсь, я точно сейчас не помню хронологию, но это реально не 5-10 минут, и он несколько раз используя вот эти как раз таки навыки, он разрядил ситуацию, но потом в конце уже что-то пошло опять-таки не так, но люди были агрессивными и, конечно же, пытались достичь, я не знаю, демонстрации собственного превосходства, что ли. опять же, организация постулаты и работа вот в нескольких фразах мне сформулируют, чем конкретно мы занимаемся в основном наша деятельность, она в принципе основана на двух направлениях, первое это обучение многообразию, формирование политики, которая позволит участвовать представителям тех уязвимых групп, скажем, этнические, религиозные группы, вынужденно перемещенные лица и так далее, и так далее, да, вот мы занимаемся, работаем с ними, чтобы они принимали участие в процессах принятия решений и формирования тех политик, которые на них ориентированы. И второе направление это работа с правозащитниками, то есть мы помогаем правозащитникам, то есть это защита прав, правозащит прав и интересов правозащитников, у нас есть проект, это Тбилиси Шелтер-Сити, и мы с коллегами основали убежище, ну, это программа по релокации на самом деле, и правозащитники, гражданские активисты, журналисты, которые работают на постсоветском пространстве, в особенности в тех странах, где их работа ведется под высоким риском, под высоким напряжением, давлением, в том числе и физическом. Вот мы им предлагаем программы по релокации и привозим их в Грузию, в Тбилиси непосредственно, и там есть разные подпрограммы, но приблизительно вот месяц, два, три они находятся у нас, мы также знакомим их с грузинской политической реальностью, с теми достижениями, которые у нас есть за последние годы с точки зрения развития демократии, как мы к этому пришли, те реформы, которые были уже проведены, и вот у них есть возможность как раз таки на практике увидеть, как можно из того положения, в котором находится их страна в данный момент или их страны, как можно превратить эту страну в демократическую страну и в более, скажем, развитую страну, которая действительно базируется на демократических, либеральных ценностях. И Грузия это, в принципе, один из лучших примеров и один из самых безопасных городов. По крайней мере, мы так думаем, мы еще верим в это. Но, смотрите, мы привозим сюда людей, мы действительно верим в то, что это безопасный город. И, конечно же, нельзя допускать ни в коем случае, чтобы вот эта зараза распространялась в нашем обществе и время от времени, скажем так, заражала определенные группы и определенные, скажем там, слои общества. С этим нужно бороться, реально бороться. И мы этим занимаемся. И то, вот эта информационная компания, реально, которую мы сейчас подняли, это часть нашей повседневной работы. То есть, если не был бы это Виталий Сафаров или был бы кто-то другой, но, скажем, с аналогичной проблемой и с аналогичным трагическим результатом, мы бы таким же, скажем так, с таким же и с напористостью, и с таким же целеустремлением мы бы работали и дальше. То есть, ситуация, ни в коем случае нельзя рассматривать ее как особенную. Единственная особенность этой ситуации в том, что убили правозащитника. Вот, что, о чем мы всегда говоря об этом случае, мы подчеркиваем это. Все остальное, но, конечно же, это огромное, это произошло не вчера. Вы, получается, приглашаете правозащитников, журналистов, может быть, из других стран, гражданских активистов? В основном, это страны Центральной Азии, да. Вы только приглашаете их, или вы укрываете их? Нет, мы не укрываем, это не наша специфика. Наши участники, они изначально осознанно, это в основном правозащитники, одни из нас, из этого сообщества, и они прекрасно знают, что они приезжают в нашу страну, и они даже с учетом того фактора, что они находятся под высоким, скажем, риском. Мы им не предоставляем услуги по предоставлению убежища, скажем, дословно, если рассматривать, да, убежище, нет. Мы программа по релокации, мы предлагаем психологическую составляющую в нашей программе есть, это образовательный сегмент, который ориентирован на обучение, скажем, безопасной коммуникации, формирование плана собственной безопасности, скажем. Мы передаем навыки и обучаем их, как работать с международными правовыми инструментами и механизмами по защите прав и интересов правозащитников и тех групп, которые они представляют, и как на практике это работает. То есть, здесь несколько элементов, то есть, в основном, как бы, это мы позволяем им передохнуть, набраться сил, предоставляем им информационную составляющую, практические какие-то навыки и дальше они двигаются и возвращаются в свою страну. То есть, это принципиально. И здесь еще главное то, что если эти люди не будут возвращаться в свои страны и не продолжать свою деятельность, то, конечно же, ситуация ухудшится, потому что это как раз те люди, которые стоят на границе войны между государством и правом человека. Вот, поэтому это можно так сказать априори, что они должны вернуться, продолжать свою деятельность и когда они сюда приезжают, как Агит уже говорил, они как раз учатся тому, как они могут это делать более безопасно и чтобы не страдали их близкие и они сами тоже не страдали от сил государства или полиции и так далее. А у вас проблем не было с тем, что те самые государства не очень в восторге наверняка от того, что вы тренируете их противников. Мы ничем не занимаемся. К подрывной работе готовите. что бы то ни думали там у себя правительство тех стран, я думаю, что они не думают об этом, потому что если бы они хотя бы немного думали так, скажем, широко и глубоко, то, наверное, и не было бы необходимости в том, чтобы наши коллеги работали в таком режиме. Поэтому я думаю, что даже если и думают, то мы всего лишь провайдеры. У вас не было с этим никаких намеков на проблемы? Нет, абсолютно. Мы являемся просто провайдерами того добра и тех инструментов, которыми они должны сами пользоваться. То есть мы изначально говорим, что мы вместо вас ваших проблем не решим, но мы сможем вам помочь с точки зрения того, чтобы предоставить вам информацию, организовать адвокацию по вашей безопасности и так далее. Это все понятно. Кому обращаться и так далее. Точно так же, когда Грузию мы выводили как раз таки из того бездна, в котором мы оказались еще в период управления и до того, и так далее, наши европейские коллеги занимались как раз таким же чем-то подобным. И мы должны помогать друг другу. если мы хотим, чтобы мы жили действительно в развитых странах, с развитой и демократической скажем, в демократических странах, то мы должны стараться расширить вот эти ценности, потому что это связано еще и с безопасностью. Поэтому мне бы не хотелось жить по соседству с теми, от кого может исходить какая-то угроза. Поэтому мы пытаемся поделиться тем опытом, который у нас есть и хотя бы частично внести свой вклад в то, чтобы будущее наших детей и наших как таковых самих было бы лучше. Вы сказали, что в основном это страны Центральной Азии. А как же те прямые наши соседи, которые так или иначе проблемными в этом вопросе считаются? Я имею в виду прежде всего Россию, и Турцию, и Азербайджан? Ну, с Турцией мы на данный этап не работаем, так как мы не можем туда подать свою информацию, так как все люди, которые работают в этой сфере неправительственной, они закрылись. Там тоже очень плохая ситуация, что касается Азербайджана. С Россией мы работаем, у нас есть много правозащитников, которые приезжают на эту праву. Приезжают в Россию, да? Россию, да? Но мы не работаем с азербайджанскими правозащитниками и журналистами, потому что, во-первых, Тбилиси и Грузия для них не безопасное место, потому что, если мы вспомним историю Мухтарли, то здесь очень ярко видно, что Грузия это не то место, где они могут на какой-то период быть тут. Мы изначально не взяли этот сегмент региональный, если рассматривать, Турцию, Азербайджан, мы не брали только потому, что наши коллеги уже работают с ними, и чтобы не получилось так, что мы, скажем, дублируем друг друга, поэтому мы просто отказались. Ваши коллеги имеете в виду европейские. Нет, местные правозащитники, Дом прав человека, у них есть своя программа, и они конкретно ориентированы на Турцию, на Азербайджан. В принципе, нельзя говорить, что это аналогичная программа, но с точки зрения защиты прав и интересов правозащитников из этих стран, они работают и довольно-таки активно работают. Поэтому мы изначально как бы не рассматривали этот регион, мы взяли другие, мы просто поделили между собой. Вы упомянули Афгана Мухтарлы, а вообще были у вас случаи, когда люди оставались, просто приехав на тренинг, я не знаю, на встречу и так далее и оставались по нашей программе, они не просили убежища, они оставались по своей воле, за свой счет, можно так сказать, но они оставались вот самый максимум, который я сейчас вспоминаю, это полгода, и потом они все равно уже возвращались в свою страну. но есть случаи, когда, в принципе, даже заключались врачные вузы, скажем, и они оставались, они знакомились здесь с местными гражданами и дальше формировались. Я спросил об этом, потому что я сам знаю как минимум одного или двоих условно назовем беглых журналистов, коллег моих, но это из России, люди, которые, может быть, не просили убежища, вы же понимаете, что законодательство грузинское позволяет достаточно долго находиться спокойно, безо всякого убежища и, в общем, годами пользоваться этим, условно назовем это гостеприимством, поэтому, может, и нет необходимости просить убежища, но вот уехав по какой-то причине имея проблемы со своей журналистской или правозащитной деятельностью на родине, люди приезжали и оставались здесь. Вот я вот скорее про такие случаи скажу. Нет, таких случаев, по крайней мере, у нас, в нашей практике не было. Ясно. Спасибо вам, друзья, что согласились прийти. Я желаю удачи вам в вашей работе и будем оставаться оптимистами. Спасибо. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok